Всем привет! Долгожданное видео о косметике. Вы просили чаще об этом снимать, поэтому я стараюсь максимально, выкладываюсь. Просредства для волос, шампунь я еще не до конца успела попробовать. Поэтому сегодня будут у нас опять покупки, что я недавно приобретала. И просто хочу посоветовать вам прям мои реальные находки, средства, которыми я очень сильно довольна. Мне все очень нравится. Я хотела, чтобы они у вас тоже появились, например, чтобы вы к ним присмотреть. С кремов для рук, казалось бы, крем для рук, какая тема, ничего особенного. Да. Мои любимые, я как-то видео говорила, я просто люблю кремы для рук фирмы L'Occitane. И мне нравятся вот такие с запахом, с вкусом бодем миндалем. И вообще это мои единственные. Все, что я люблю в L'Occitane, это кремы для рук вот этого направления. Также масло для душа и шампунь и бальзам и полоски для волос. Все, больше я там ничего не покупаю. Крем для тела в банке стеклянной или боди-лоушен. Просто, да, они плохие, но абсолютно стандартные, нормальные. Нет смысла их там приобретать. Чудес не творят. Да, приятно пахнут, но ничего особенного. Какого-то бархатистой кожи. Я вот это ничего не чувствую. Поэтому я на них не остановилась. Очень много людей, которым не нравится этот крем для рук, и говорят, что кремы у L'Occitane для рук ничего не делают. Окей, но у меня, могу даже показать вас, напугать, если здесь видно. У меня постоянно, летом особенно в Турции, летом, весна и лето, у меня аллергия на какие-то цветения, не знаю на что именно. У меня сохнут пальцы, кожа пальц, и вот здесь вот прям подушечки. Поэтому мне всегда нужен питательный, хороший, классный, жирный крем. Я не люблю кремы жирные, питательные масс-маркета, потому что у них и жирная пленка остается, они плохо впитываются не до конца. Есть, да, которые рабочие, но по ощущениям не очень приятно пахнут. А мне хочется, я вообще, знаете, назовем так, я люблю наслаждаться жизнью, когда гедонист. Если ты ешь еду, ты ешь еду, которую ты хочешь, с приятной, красивой, например, посудой, или в приятном каком-то месте, или в атмосфере, не там, похватал, похватал, побежал, да. Если ты пользуешься косметикой, то мне приятно, чтобы она была и упаковка красивая, и кисточка удобная и красивая, а не так что-то как попало, да. Я лучше куплю что-то, например, одно, но дорогое, приятное, чем многое чего-то дешевое, и в итоге от этого наслаждаться, например, от упаковки, качества и так далее. Какие-то есть минусы, не буду. Я хочу так подбирать какие-то, это всего касается одежды, питания, то есть каких-то своих потребностей, да. Вот и касаемо даже крема для рук, мне приятно было, чтобы это не просто был крем, чтобы он очень приятно пах, да, чтобы ощущения были приятные, а не вот это какое-то винильно-вазелиновое ощущение на руках неприятно. Тем более я работаю очень много руками, я очень много пишу, потому что когда у меня идут консультации, я веду всегда запись, ход протокол беседы с клиентом, я постоянно пишу, да. Мне важно, чтобы у меня на бумаге не оставались жирные следы, мне очень важно, чтобы рука там не скользила и так далее. Мне очень, вот эти руки всегда у меня возле лица где-то приятно, чтобы это пахло, поэтому мне очень понравился крем, и я на нем остановилась. Вот этот от L'Occitane, какой не надо покупать. Вот я его повторила, я не знаю, на пятый раз даже не считать. Вот этот мне не понравился, я его крайне не рекомендую. Вельветовые руки, да-да-да-да, надо его, короче, типа вроде бы как такой, да не такой. Здесь он идет с ПФ 15 на лето. О, это вот я, кстати, за месяц использовала весь, потому что так часто я им пользуюсь, утром, вечером все постоянно. Аромат мне очень не нравится, здесь в аромате чувствуется СПФ. Что-то у меня нет критики какой-то, может кожа возрастная на руках, кто ее бережет от солнца, это поможет, но я пока за этим не гонюсь, у меня все в порядке. А вот как эффект, да, на руках такой же эффект, как вот у этого, моего стандартного. Так, вообще их правильно, да, держать. Но запах с СПФ чувствуется, мне СПФ этот аромат не очень нравится. Еще нечто, я намазывалась каким-то кремом солнцезащитным, короче говоря, как будто я на пляже. По качеству чуть-чуть не такая кожа бархатистая от него. Вот этот СПФ разбавлен, все равно чувствуется в составе, короче говоря. Тем, кто очень тащится от этого, я говорю, не пробуйте, вот этот вам скорее всего не подойдет. Именно кто от запаха миндаля, запаха миндаля там нет. Как качество СПФ я разницы никакой не заметила. Вот сейчас я его разнесу на руки. О боже, как приятно. У меня сразу ощущение, знаете, ощущение какое-то... Жить хочется, потому что руки очень сильно сохнут из-за аллергии, очень сильно. Я прям не могу вообще. Ну, это вопрос у нас дерматологу, пойду к аллергологу скоро, хочу это все узнать. И вот замена бюджетная в Турции, что я нашла. Это Свиф формула марка. Care Aseptin Soft. Там есть с ромашкой, вот это с алоем, с авокадо есть и так далее. Вот это дешевый крем. Покупала я в Гратис, но он во многих магазинах, в Мигросах, продуктовых магазинах. Здесь косметика, какая-то полочка, очень часто. Вот в этом тюбике самое удобное использование, есть еще железные банки, 250 грамм. Она, наверное, самая выгодная, самая, ну, по граммам дешевая вот эта упаковка. Есть маленькие баночки, можно купить на пробу, запах попробовать, там, попользоваться. Это для всего. Очень классный крем для ног. Я им вот, если... Где, как я его купила? Короче, была на даче на море и забыла крем, короче. Говорю, блин, что купить? Я вот помню, мне, кстати, Катя советовала, она очень любит этот крем. И мне тоже он очень понравился. Из такого доступного на каждом углу в Турции очень крутой крем. По аромату. Аромата практически нет. Но вот из всех, что я пробовала, и ромашковый у меня был, и авокадо. Я покупаю в железные банки. И он классный именно для, там, для пяток, для ног. Когда ты много хочешь, например, так же на каблуках или пятки отбиваешь, кожа становится более сухая. И каждый вечер именно на пятки, на ноги просто шикарные. В стеклянной банке он более густой. Здесь он более жидкий. Поэтому я использую для рук. Ну, прям жирный-жирный, который в железной банке. Я его тоже советую. Надо, кстати, даже пойти его купить. Только я его куплю в запахе алоэ. Он более приятный, не очень сильно ароматный. Это просто шик. Или такой очень крутой крем для пяточек. Например, педикюр, когда вы сделали, сразу нанести питание. Ну, короче, очень клевый. Мне очень сильно нравится. Вот не поверите, вот этот крем клевый. Ну, для рома очень приятно пахнет. А вот этот просто, ну, повседневку куда-то, короче. Если у меня вообще кремов не останется для рук, ну, вот этот будет покупать всегда. Аромат приятный. Да, конечно, он не так крут впитывается и бархатистая кожа, как от L'Occitane. Но среди бюджетов это очень крутая находка. Вот вам советую, кто в Турции или туристами будете, на кассах, всяких магазинах. Просто запомните фирму. Вообще, на банке больше бросается в глаза вот это название, а не сама Swiss Formula Firma. Ну, или фирма. Я не могу понять, что там фирма является, что названием крема. Ну, в общем, такая, короче. Siraceptin. Он очень дешевый, классный крем. И теперь с декоративки перейдем. С чего начнем? Давайте с теней. Окей, у меня сегодня выполнен макияж. Специально сделала для вас вот эта палетка. Я купила Анташу Ниднона Mini Gold Palette. Она старая, не новинка. И зачем я такую малютку купила? Хотя отзывы на их качество говорят, что в этих самых-самых маленьких палетках качество хуже, чем в полноразмерных. Да, качество немножко отличается. Но я бы не сказала, что это прям стрёмно. Фу, как-то ужасно. Мне очень даже нравится. Это классная акцентная палетка. Вот такую маленькую купить. Мы тени же не особо много пользуем. Здесь, кстати, по граммам 5 оттенков по 0,8 грамм. 0,8. По 8-10 миллиграмм получается, что ли. Короче говоря, это классная акцентная палетка. То есть, если тебе нужно только золото, только зеленое и так далее. То есть, их удобно покупать. Вот кто... Спасибо, конечно, большое. Я не визажист. Кто говорит комплименты моему макияжу. Мне очень приятно. Я нигде никогда ни на кого не училась. Только YouTube уроки смотрела. И это было 5 лет назад. Я отвечаю вам, девочки. Я лет 6 не смотрела, не открывала YouTube про косметику, как что-то наносить и делать. У меня не было на это времени. Потом пропал интерес. Я смотрю максимум обзоры, какие-то сводчи, оттенков перед покупкой. Чисто прям пишу в марках что-то там, фирмы того-то там, сводчи. Все. Больше я вообще в YouTube бьюти не залазью. У меня есть парочка бьюти-блогеров, которых я до сих пор смотрю. Но я их больше болтологически видела про новинки косметики, да. Их отзывы, ощущения. Надо, не надо. Пудру там, тональный какой-то купить и так далее. Я тогда выводы какие-то делала. А так, чтобы смотреть, что как красится, не моя история уже давным-давно. Также, кстати, про жизнь в Турции. Правда, я не знаю, что блогеры снимают, что происходит здесь. Я тоже это очень давно не смотрю. Что стало неинтересно. Потому что уже когда ты прижился, адаптировался и так далее, ты тем не интересуешься. Поэтому, знаете, я не в тренде уж, простите. Турецкого ютуба наших, кто снимает, и не в тренде макияжной. Но я всегда подписана на всяких вот фирмах, когда они что-то новое производят. Чисто вот новинки люблю. Короче, это старинка, это не новинка. Почему я купила эту палетку и осталась очень довольна? Потому что сейчас в Сифоре скидки турецкой. До сих пор, кстати, пока видео снимаю. И эта палетка со скидками не могу... Наверное, 300 лир стоила, вот так скажу. Примерно 300 лир. Чтобы вы понимали, переводя на русские рубли, 300 лир это 1000 рублей. Наташа Динона, алло. Я не знаю, сколько там в России, но 2500, наверное. В 2-3 раза, короче, дешевле ее от ее стоимости. Поэтому я такая, блин, интересно новые цвета попробовать. Смотрите, у меня ярких много оттенок, всяких теней. А вот зеленых и золотых у меня просто есть золотая палетка. А вот зеленых и золотых у меня нет. Я очень не пожалела. Это весь макияж. Вообще ничего здесь другого не примешано. Только вот здесь в уголках от другой палетки Наташины холодный серебристый оттенок. Потому что здесь золотой вот этот крупными хлопьями не мазнешь сюда. Короче, немножко расскажу про оттенки. Кому она нужна? Палетка эта нужна тем, кто любит яркое, кто любит болотное, смоки. И вообще такой тип, вот даже у меня с голубыми глазами неплохо смотрится. И, например, брюнетки есть, которые очень любят с зелеными глазами, девочки с коричневыми, с кариями. Вам тоже подойдет. Ну, палетка, конечно же, яркая. Или на повседневку носит смоки тоже, в принципе, можно здесь матовыми пользоваться. Про оттенки давайте немножко расскажу про их качество. Да, оно сыпется немножко, но ни больше, ни меньше, чем остальные какие-то оттенки у Наташи в других больших палетках. Вот этот оттенок, я не буду их, давайте, название называть, господи, просто по цветам. Самый светлый, он никакой. Когда ты его кисточкой макаешь, ощущение, что вот эти кристаллики, раскрошенные тени самой цвета, они лежат на кисточке на поверхности. Поэтому оно сыпется, да. То есть, нет такого ощущения, что он прилип к кисточке, и ты его начинаешь там растушевывать, приносить. Сильных осыпаний все равно не было при работе с ним, но прям нет такого, даже смотря на белую, у меня кисточка с белым ворсом, нет ощущения, что оно налипло. Оно какое-то, это ощущение ты несешь на кисточке, чтобы не растрясти, и там начинаешь, оно прилипает, и, короче, пошла история. Зачем он нужен? Чистая растушевка вот здесь, обрамление, цвета практически не дает. Цвет, честно, детской неожиданности, какашки какой-то, но не пятнит, не полосит. Изначально вот этот темный, первый раз, когда я пробовала, это мой второй макияж с ней. Просто в повседневку, когда я получила палетку, открыла и накрасила, и сразу мне пятна поставила, такая, так, стоп. Но я думаю, это моя вина. У меня было незапудренное веко, влажное, назовем так, и у меня кисточка не та была, скорее всего. Давайте к нему перейдем. Вот он, темный оттенок вот здесь на уголках, на самых. И знаете, в чем прикол? Из ярких, шиммерных вот этот оттенок, а вот этот шиммерный и этот, они на веке потом в итоге блестками особо не смотрятся. Ими просто пользуешься, растушевывать можно, короче, классно. И такой эффект из-за того, что там мелкие все-таки блестки есть, пепельно-дымный такой на веке. А этот золотой акцент, вот он на подвижном веке вот здесь. Вот этот зеленый болотный, это вот все, по-русски, как сказать, скажем это. Вот здесь вот, в общем, тень вот эту делать, это все вот этот зеленый болотный оттенок. Но он очень тоже светлый, прозрачный. И тут прям супер-супер наслоенный у меня. То есть, короче говоря, им прям надо конкретно сидеть там, ду-ду-ду-ду-ду, наяривать, короче говоря. В общем, ой, я ногтем ткнула, как всегда, господи. И остается у нас что? Вот этот очень красивый оттенок. Его не очень здесь видно, я тебе нанесу. Они все остальные-то понятные. А самый красивый, интересный вот этот. Зеленый переливающийся, камуфлирующий в золотой. Давайте я вам сейчас полосочку нарисую. Вот. И немножко дуохромит. И коричневый, и зеленый, и золото в нем. Ну, в общем, очень красивый. Очень хороший макияж. У меня, конечно, яркий, блестящий. Потому что я старалась максимально все вам показать сегодня. Всю палетку использовать. Но на самом деле здесь очень будет классный макияж из матовых оттенков. Кто любит смоки, либо зеленые, болотные оттенки. Они не вот этот и вот этот на повседневку очень даже подойдут. Они не яркие, не пятнистые. Туши там, например, контур какой-то карандаш сделать темный. И вот в веке все покрыть вот этим зеленым будет классно. Без блестящих каких-то акцентов. Короче, с палеткой осталась очень довольна. В коллекцию, ну коллекцию, буду, короче, пользоваться, да. Не лежать, она будет коллекционная. Еще у меня из маленьких, у меня их всего две, да. Вторая это розовая, а мини, она до сих пор всегда продается. На 14 февраля ее два года назад запускали. Мне тоже очень понравилось. Мало теней, яркие, как акцент. Вообще супер. Зачем покупать огромную палетку за дорого, Наташа Динона, с акцентом, с такими огроменными рефилами. У меня лежат одна такая точность, вторые две. Там попроще, короче. Они не такие там глэм и прочее. Меньше. Вот так, в полных размерах это Circus Palette. Да я ее два раза за год, может, открывала. Да, яркие оттенки. А вот это выгоднее, проще и тоже яркость ничем не хуже, чем в той. И вообще вот этот оттенок, блестящая вот эта формула, она в пятерках обычных полноразмерных тоже у меня этот оттенок есть. В большой палетке Circus тоже есть. Они везде этот оттенок подпихивают. Он еще ходовой, популярный, очень красиво, конечно, смотрится. Как фольга на веках. Вот у меня вот здесь сегодня чуть-чуть видно, блестяще очень. Короче, девочки, советую, особенно тем, кто живет в Турции или туристами сейчас приезжаете, это здесь выгодно. Я думала купить вот эту гол старую палетку большую, она еще в продаже есть. Чисто чтобы было. Но я так столько золотом и зеленым не крашусь, поэтому не стала это делать. Это непрактично. И теперь давайте начнем с этого. Я купила, наконец-то мне пришел консилер от Huda Beauty новый. Оттенок у меня йогуртовые капли, капли йогурта, йогурт дропс, 1,5b. Я не знаю, как там цвета расшифровываются у них по схеме. Но это 9 мл, представляете, здесь. Стоил он не в турецких лирах, 500 с чем-то лир. Затем, что у нас здесь? И это переделанный консилер, как я говорила, улучшенной формулы. В хэштег Faux Filter Concealer. Вот он в инстаграме, можете по вот этому хэштегу его искать. Короче говоря, классный, супер. Что изменилось? Здесь упаковка удобнее. Раньше это был утюжок с железным наконечником. Теперь это обычная вот такая жулька. Из-за пасок здесь вытаскивается, видите, много крема. Вот прям, видите, с горочкой такой консилер. Он жидкий стал больше. Я боюсь где-то закапать что-то. Или темную, например, так же вот одежду, как у меня сегодня капнет. Фиг это ты сыраешь потом. Он остался, да, улучшили, но он стал немножко другим. Во-первых, стал более жидким. До этого был кремовым. И вот эта кремовая формула раньше, она прям, знаете, он прям, ну, окей, честно скажу, некой маской был. Но если по перекрытию, это было просто шикарно. Под бровями. Вау. Перфект. Шик просто. Сейчас он стал менее кремовым, более жидким, но не прям водичка прозрачная. Он тоже хорошо кроет, но он более жидкий. Поэтому он даже быстро застывает, он быстро становится матовым. Плюс, первый, вот из этой своей жидкой формулы его не надо там, раньше было чуть-чуть капнешь, его слишком много. А теперь есть возможность дозировать. Ты капнул, тебе не хватило, он жидкий, меньше кроющая способность, будем честны, но не в катастрофу вообще. И ты можешь потом, он же быстро сохнет, максимально матовый эффект. Ты можешь еще наслоить второй раз, например, и будет еще более, лучше закрывать какие-то изъяны, что тебе нужно перекрыть. Из-за вот этой жидкой формулы, не кремовой, с колбасой под глазами, ура, не скатывается. Раньше такая история бывала. Он хоть долго держался, но через там условно 5 часов что-то там поправлять можно было. Теперь нет. В рекламе, как показывают они, они очень часто используют типа, тут 9 мл, потому что он большой, консилер, как типа замену тональному крему. Типа изъяны точечные, он-то хорошо разносится, да, действительно, но при его растушевке по лицу он и теряет свою кроющую способность, потому что он жидкий. Я первый раз, когда его получила, попробовала так сделать, как вместо тонального закрыть тут то-то вот это, какие-то точечные моменты. Да, держится, да, пудра сверху у меня была, но ненадолго. Кроющая способность при этом теряется, он очень быстро как бы, знаете, исчезает с лица, рассасается, как будто, ну, знаете, поры не закупоривает. Кусками никакими не остается цветовыми. Просто ощущение постепенно как будто растворяется, растворяется на коже лица, и как будто его не было. То есть, ну, раз-то и все обнажено, короче говоря. Поэтому не замена этого тональника, но это стоящая тема. Здесь у меня в цвете, в их, вроде бы, третий стоит, в палитре их или четвертый даже. Для меня это светлый оттенок, это только на лето, так что, девочки, записывайте, у кого светлая кожа, холодный тон, йогурт, дропс, оттенок на зиму, ни на лето, ни на загорелое вообще. У меня здесь комбинация нормально идет, у меня еще и темный один, кларан старый, я им пользуюсь, смешиваю. И у меня есть пудры темные, летние, с бронзовым эффектом, нормально тогда, я им прям пудрами фиксирую такими. Но я буду сейчас заказывать еще два оттенка, следующий и через один, скорее всего, прям потемнее. У меня есть чем комбинировать, есть капельки, если что, разбавлять оттенок. Но на данный момент, Tarte Shape Tape до сих пор я не попробовала, у меня было возможности. Но вот эта тема, еще куплю пару штук, пусть будут. Потому что когда у меня закончился, в тот момент, когда его перепроизводство началось, и где-то месяца три его нигде не было. Сначала потихоньку продали все оттенки, потом вообще на стоках ничего нигде не было. Я осталась на 2-3 месяца с фиговым канцелиром. Короче, всегда в запасе будет, сейчас это моя главная любовь. И последнее средство, не поверите, вот такая кисточка. Маленькая кисточка, написана по-турецки, она для тонального крема, для foundation назовем. В чем удобно? Это находка, как я без нее жила, вообще, блин, не понимаю. И почему мастера вот эти макияжа, визажисты, про это особо не говорят, именно про такую кисточку. Это вот скошенная синтетика, как для тонального, только для точки, для точечного нанесения. Что она мне дает? Вот этот консилер теперь новый, жидкий, классный. Я ненавижу руками наносить косметику, марать руки. Вот это тоже меня сейчас раздражает, она сейчас снимать будет. Не люблю грязь, потому что я потом прикасаюсь к телефону, к часам, ремешок, все это грязное, косметика вокруг. Или вот матовые поверхности, типа вот этих вот. Кстати, тонак тоже приобрету вот этот, он старый, уже давно выпущенный, хочу попробовать. Короче говоря, офигенная штука. Размер, видите, идеально, никаких проблем. Не очень подходит под бровями вот тут разносить на повседневку консилер, например. Я рисую брови, потом подчищаю, потому что она мягкая. Здесь нужна, у меня есть такая кисточка более тонкая и плотная, жесткая такая, чтобы чек-чек четко. Ну а если особо не спешите никуда, и у вас есть возможность непрежности вокруг бровей, почему бы и нет? Вот это просто суперская кисточка. Теперь внимание. Купила в магазине gratis. Она везде здесь продается, в всяких магазинах других косметических. Фирма Eclipse. Стоила она мне, внимание, 20 турецких лир. Это на рубли, вот рубль 3,3 лиры, наверное, стоит сейчас. То есть одна лира 3,3 рубля, наверное. Короче, эта фигня стоила мне в районе 70-80 рублей. Счастье полное штаны. Вот вы не поверите. Вот эти три моих фаворита за последние два месяца приобретений. И кучу до этого я вам косметик сколько показывала в других видео. Вот это особенно. Как я без этого жила? Это лежало вокруг меня в магазинах, я это не покупала. Блин. Вот эти кисточки именно с кристаллами. Какая она красивая. Это не цена 80, блин, девочки, рублей. Я вам всем советую, кто едет сюда или как турист, или тут живет. Девочки, присмотритесь к этим кисточкам. У меня есть одна такая для пудры. Она стала самая любимая. Она у меня отодвинула кисточки Morphe. Еще Zoeva. И вот кисточки у меня из России этого. Valeride очень люблю. Для глаз они просто шик. Ну, они гипонские, как к уходу всякие. Короче говоря, вот это все это затмило. Копеечная кисточка. Я вообще даже подумала, я пойду, наверное, куплю для теней чисто попробовать. У меня такая плоская для теней. Какой-то пропала кисточка Zoeva. Я вот такую куплю. Именно вот этой ручкой сразу говорю вам. Остальные, может быть, другие. Набивка. Все супер. Шик, блеск, красота. И у этой кисточки, хотя, может быть, это правильно. Видите, здесь немножко ворс. Вот есть место для пространства, для воздуха. Возможно, потому что она тональная. Там будет кремовый продукт. Я постоянно каждый раз мою. И, да, чтобы, наверное, просыхало лучше. То есть они просто вот так напитые. Ну, не знаю, короче, посмотрим. Может, так и надо. У меня желание как будто здесь немножко подфиксировать. Но, скорее всего, нет. Так не нужно делать. Короче, вот с этой ручкой блестящей. И красиво, и удобно. Красота. Вот такие у меня были покупки, девочки. Что у вас новенького? Напишите, нравятся ли мои видео про косметику. Я надеюсь, нравятся. Они вас расслабляют. И просто ощущение, это когда я видео смотрю какие-то про косметику болтологические, что я возвращаюсь в своей какой-то старой жизни. Ощущение, что я могу переживания, которые в повседневной жизни немножко отодвинуть. Я ухожу только в свое пространство. В общем, вот. Напоминаю, что в июле у нас будет марафон в Инстаграме. Задавайте вопросы в комментариях или пишите мне на почту. Всегда я в мой контакт с вами. Это моя почта электронная. Указана она в инфобоксе под видео. Буду на ваших вопросах отвечать. В общем, скоро информация по марафону появится. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. Всем пока.